Если смешать красный и зелёный, то получится жёлтый. Государственный флаг Республики Беларусь получится. Маша, ты молодец. А ещё жёлтый цвет на уроках рисования. Но получится ли жёлтый завтрак у нас сегодня? На этот вопрос ответит шеф-повар Вадим Парханович. Вадим, доброе утро. Доброе утро. Получится у нас жёлтый завтрак? Нет. Какого цвета у нас сегодня завтрак? У нас получится зелёный и красный. Супер. Что готовим? Мы сегодня приготовим панкейки со шпинатом, лососем и творожным сыром. Ну всё просто и понятно. Давайте начинать без лишних слов. Что потребуется? Нам потребуется мука, разрыхлитель, молоко, масло, творожный сыр, яйцо, зелень, томаты, шпинат и лосось. Начнём с линчиков? Да. Отлично. Что для этого делаем? Мы сейчас пробиваем шпинат с молоком. А вот шпинат, он же безвкусный. Он даст какой-то вкус? Он зелёненький. Он даст и цвет, и даст небольшой вкус. Столько там хватит, что ли? Да, да. Хорошо. Заливаю молоко. Молоко всё. Молоко всё. 200 миллилитров. 200 миллилитров. Хорошо. Нашу массу мы взбили. Пускай будут даже маленькие кусочки где-то. Да, да. Что ещё туда добавляем? Сейчас мы берём мисочку. Вбиваем сюда яйцо. Так, пожалуйста. Добавляем соль, сахар. Панкейки у нас получатся солёные. Ой, как много ты сахара добавил. Да. Ну, немножко больше. Теперь нет. Герман. Теперь мы начинаем взбивать яйцо с солью и сахаром. Ой, вы как за полсекунды. Вот она, профессиональная рука шеф-повара. За полминуты, как миксером. Очень мощно. Теперь добавляем... Малоко, наверное, Вадим сам масло взбивает с сливок. Так, что добавляем ещё? Теперь добавляем сюда нашу шпинатную смесь. Пожалуйста, Мария. О! Добавляем сюда подсолнечное масло. Так, сколько нужно на масло? Две столовые ложки. И потом тогда жарить будем без масла, да? Без масла, да. Всё верно. Это лайфхак. Всё, теперь добавляем разрыхлитель. Так, пожалуйста. Сколько его нам нужно? Всё, что есть. 15 грамм, да. Добавляем муку. Всю? Да, 200 грамм. Хорошо. И замешиваем тесто. Тесто получится у нас достаточно густое, как на оладушке, правильно? Да, всё верно. А вот чем бабушки на оладушке отличаются от панкейка? Вы знаете ответ на это? То, что туда добавляют дрожжи, а здесь идёт разрыхлитель. А здесь у нас вообще-то ещё и шпинат. Бабушка не добавляла никогда. Дрожжи либо сода. А вы вот что любите больше, дрожжевые блины или на разрыхлителе? Дрожжевые. Я тоже. Оно не должно стоять, то есть разрыхлитель даст сразу реакцию. И мы уже начнём сейчас обжаривать наши панкейки. Пока мы можем нарезать лосось. Этим займусь я. Можем нарезать укроп. Этим займётся Маша. Договорились. Так, а как лосось мы режем? Мелко нарезаем лосось и мелко укроп. Кубиками? Да. А укроп нам зачем? Укроп мы добавим в творожный сыр, чтобы более свежее было. Да. Так, мы мелко нарезали укроп. Прямо сейчас добавим это в наш сливочный сыр. И это сделает нашу намазку, ну, скажем так, свежестью добавить. Вадим, скоро Новый год. Что готовим к новогоднему столу? Рождество уже скоро. Это же такие праздники, ну, действительно, большие праздники. Многие говорят, что для них Новый год это больше даже, чем день рождения. Это главный праздник в году. Ну, я бы посоветовал сделать оливье, потому что... Спасибо, Вадим. Этот совет запишут все прямо под диктовку. Так, хорошо. Ну, если вы хотите что-то разнообразное, то, опять же, можно сделать вот такой наш блинный торт и подать его на стол. Кстати, как закуска хорошая, наверное, сегодня то, что мы делаем. Блинчики шпинатные с лососем. Действительно, новогоднее блюдо. Так, блинчики наши уже, сковородка, разогрелась. Да, теперь мы будем обжаривать. На небольшом огне мы это делаем. Да, все верно. Правильно, чтобы они у нас прожарились. Пока жарятся панкейки, мы можем нарезать черри. Так, у нас какое-то особое правило, мы разрезаем как, чтобы красиво было? Вот так вот. Да. Ну, я не очень понимаю эту красоту, если честно. Я не сильно вижу отличия, но вам виднее. У тебя какая-то технология, ты сначала втыкаешь нож в томат. Да, потому что он может стрельнуть. А, я думал, ты его хочешь убить сначала, а потом разрезаешь, чтобы ему больно не было. Наши панкейки прожарились. Посмотрите, какие румяные, красивые блинчики получились. Действительно, зеленого цвета, красивого. И даже чуть-чуть пахнут шпинатом. Слышишь? Нет. Но на самом деле это здорово, потому что это и с пользой есть какой-то. Все равно волокна шпината сохраняются. И какое-то разнообразие. Зеленушечка. Ну что, давайте сервировать. Значит, нам надо будет положить один оладушек. Давай. Мы сейчас панкейки намазываем творожным сыром. Я знаю, что это лучше всего делать не ложкой, не той стороной, где есть ложки, а дном ложки делать. Посмотрите, как получается. У нас получается сэндвич из панкейков будет. Теперь добавляем лосось. А как мы его добавляем? На панкейк просто равномерно распределяем на весь панкейк. Раскладываем. Теперь можно еще добавить немножко творожного сыра, но его не размазывать полностью. Давайте. Тут уже все-таки технологии должны быть, Маша, а не наши с тобой умения. Поэтому Вадим сам знает, как это сделать лучше. Ой, как красиво, как живописно получается. Веселенько. Такой мазок. Ой. С творожной маской. И теперь... Если башня начнет падать... Она не будет падать, ее держит творожный сыр. Теперь добавляем микрозелень. Вот не надо карты. И теперь разбрасываем томаты черри. Твоя держится на добром слове. Разбрасываем томаты. Лососево. Шпинатно-творожная башня получилась как надо. Не башню, а горнолыжный комплекс мы назвали. Ну, горнолыжный комплекс, он какого цвета? Белого, все в снегу, а у нас яркие цвета. Нужно добавлять какую-то яркость в свою жизнь. И мы это делаем благодаря ярким рецептам нашего шеф-повара Вадима Пархановича. Вадим, спасибо большое. Приятного аппетита. Вкусно. Давайте еще блинчик пожарим. Уже тесто осталось.